Важнейшим фактором современной социально-экономической линии является масштабная борьба по сокращению бедности, что полностью отражает политическую волю руководства страны. Уже демонстрирует свою эффективность методы адресной работы по принципу железной женской молодежной тетради. Еще одним действенным инструментом по решению социальных проблем стала работа по принципу махалябай, когда человек, нуждающийся в поддержке, может напрямую решить вопрос с тем, кто в состоянии положительно повлиять на ситуацию. В Шахариканском районе Андижанской области были выбраны 20 махалей, где обстановка в плане трудоустройства и улучшения качества жизни людей требует незамедлительного вмешательства. Диалог уже позволил многим семьям получить стабильный источник дохода. Об этом и о том, как внедряется мониторинг в разрезе решения проблем, в репортаже нашего корреспондента. Мушараф Вахидова, жительница Махали-Околтен Шахариканского района. Она и ее муж долгое время были без постоянного места работы и четыре месяца находились в списках железной тетради. Воспитывая пятерых детей, семья жила на сезонный заработок. По итогам изучения они были внесены в списки тех, кому необходима помощь, и следом на основе субсидий для них была построена теплица. Это и стало началом дела. Теперь семейная пара занимается птицеводством. Рада тому, что готовая работа, от которой я получаю доход, находится у меня дома. За один месяц разведение птенцов получило доход в размере более двух миллионов суммов. Благодаря правильному уходу птенцы могут достичь 5-6 килограммов. Это хороший бизнес, особенно для тех женщин, которые всегда хотят быть рядом с семьей. Для повышения экономической грамотности населения по выбранным адресам направлены ведущие предприниматели. Они будут обучать порядка 100 семей предпринимательскому делу. Большой интерес вызывает у домовладельцев разведение 10-дневных птенцов. Это очень удобно, так как способствует поставке мясной продукции на внутренний рынок страны, что составляет порядка 160 тонн в месяц. Со временем будем увеличивать объемы получаемой продукции. При этом для домовладельцев будут созданы все условия. Это и подготовка помещения для птицеводства, поставка кормовой базы, ветеринарное обследование, наблюдение специалистов. К примеру, в Махале Тулкин организовали швейный цех. По словам начинающего предпринимателя Хуршида Ахмаденова, здесь налажен пашив спецодежды для медицинских работников. Выделение банком 10-процентной ставки льготных кредитов предприниматель называет большим шагом на встречу бизнесу. На сегодняшний день заключили договор на пошивку спецодежды на сумму порядка 2 миллиардов сумм. Это постоянный способ заработка жительниц нашей Махали. Для банков, которые выдают кредиты, стало легче их оформлять, так как банк сотрудничает не с каждым предпринимателем, а с лидером кластерного производства. Это также способствует скорейшему возвращению кредита. По этому адресу налажено производство обуви. В настоящее время обувные заготовки производят в 24 домах. Интерес вызывает и тот факт, что труд оплачивается по количеству изготовленной продукции. Таким образом создана система, позволяющая обеспечить работой всех членов семьи, как результат вовлечения населения в предпринимательскую деятельность, сокращение количества безработных, улучшение условий жизни населения, благоустройства не только городских, но и областных центров.